добрый день сегодняшнего дня того дня когда загрузила утреннее видео мы вышли гулять собачками днем и я подумала вот он рядом бульвар ну что мы крутимся по этим вот полоскам зелени вдоль дороги ну пройти еще два шага и ты на бульваре и мы прошли еще два шага и пришли на бульвар дошли до нашей стая скамейки и сеть ну вот сидим и на скамейке настоящий осенний день посмотрите как пасмурно какой прохладный ветер и как хорошо как мало народа на бульваре все дети засели за учебниками все дети сидят делают уроки и никто уже не бегает не катается не кричит не шумит и не играет на бульваре вот к тому же поступил тревожный сигнал что качество моих видео смысле качество вот и съемки сильно упала и я хочу выяснить конечно я очень много снимаю очень много снимает телефон уже три года то что я не понимаю в этих устройствах здесь нет флешки здесь нет карт такой карты вот как бы очень короче я не понимаю как он устроен даже не знаю сейчас вот я сижу не двигаю телефон и посмотрю как это будет будет ли также все прыгать и скакать и плыть и так у меня зреет план что же мы будем готовить и чем будем питаться период времени когда наши гости будут здесь в баку ну наверняка володя нас куда-то поведет конечно мы пойдем обязательно еще раз на завтрак в крепость или даже на обед куда-то еще пойдем но дома тоже должны быть какие-то хорошие такие застолья живут даже не за такие праздничные нормальный хороший повседневный обед я думаю что можно сварить борщ уже похолодало и очень сильно хочется борща получая заметила что когда что-то давно долго не делаешь долгое время ты помнишь как но ты теряешь какие-то тонкости тонкости приготовления и что-то получается никто как бы мой борщ не потерял своего качества скажу без ложной скромности я готовлю очень вкусный борщ хоть постный хоть не постный но я решила так как у нас тут мужчины надо купить хорошенький кусочек мяса ну в принципе бонька с чентлером тоже проголосовали за борщ на мясном бульоне с мясом они очень уважают мясо да чемпи да володя сделал некоторые запасы так сказать огненной воды и вот так я думаю что нас еще угасит какими-нибудь своими изделиями которые успешно заготавливал на даче вот так мой бульвар здесь я обычно выхожу на бульвар мы стаи тут проходим поставили столики и здесь проходят шахматные турниры я видела как утром расставляли столики отдельно от кафе вот справа еще подумала интересно для чего представляете как здорово пенсионеры приходят и играют шахматы потрясающая идея выезжаем со двора едем встречать володя себе установил навигатор теперь он вступает в диалог с навигатором и говорит что не понял что его навигатор говорит затем через 100 метров поворот на право да он к люди меня ведет устаревшие данные он не знает что сделали на сэферли новый поворот на лево затем через 100 метров поворот на право так друг ты ошибаешься сейчас светит так формула отсчитывает минуты через 150 метров ну все мы ожидаем наверху заказали чай кофе ожидаем прибытие самолета обожаю сидеть и пить мне какой-то молочный чай anı все как хорошо мы встретили наших друзей его даже успеваю вовремя выйти на бульвар смотря на то что пасмурный день и дождь морозит без конца. Мы решили приехать на дачу. На даче, конечно, прохладно, но есть свои прелести осеннего дачного пребывания. Володя принес самовар. В гору будет часть самовара. Закопанная черепаха проснулась и ест огурец. Вон ее голова торчит. Видите? Народ. Да, да, да. Я сорвалась. У нас гостик. Ну, как будто я в гостях. Я съела пол киты. Аза. Целую пахлаву. Очень вкусно. Пообедать мы успели до дождика. Доброе утро. Мы хотели похолодания, но не до такой степени. Ужас. Мы на даче. Кошмар. Легкий-легкий завтрак. Заодно сниму немножко. Видите, вот этот боковой. Мы убрали цветник, где был мусор сплошной. И вот здесь вот этот центральный гранат убрали. Стало вот так просторно. И плитку здесь тоже убрали до бани. Цветник. Видите, свежевыложенная плитка. И вот так вот у нас плитка идёт аккуратно. Можно машину заводить. И вот там ступеньки. Дальние калитки. Потайной ход. Через которые Володя ходит пить пиво. Примчалась в школу. Не знала, что одеть. Хотела одеть светлый плащ. Какой там плащ? Я надела пальцом. Всем привет! Я уже на работе. Такой дождь был. Просто ужас. Вспомнила смешную деталь с навигаторов, когда мы ехали в аэропорт. Оказывается, Володя установил неправильный маршрут. Вместо аэропорт он задал задачу навигатору ехать на дачу. Короче, когда мы стали поворачивать на аэропортовский уже вот этот поворот, навигатор чуть с ума не сошёл. Он уже выискивал какие-то дополнительные повороты. Он ещё пытался нас как-то завернуть, развернуть, чтобы мы, наконец, вышли на нужную дорогу. И потом уже догадались, что Володя писала. Говорит, ой, а я ему дал задание на дачу. Вот так. Пришла в гости к моей подруге из детства. Мы вместе работаем в одной школе. Посмотрите, какой у неё красивый класс. Какой вид с балкона. Какая красота. Перед нами шумит просвет Гильдара Леева. Вот какой чудесный класс. Тут занимаются дети, проходят сольфеджио, музитературу. Вот такие у нас гиабролинские инструменты. Красивые. Эти слушают музыку композиторов различных эпох и направлений. Ну всё, день закончился почти. Закончился почти. Я уже дома. Устала, погуляла с собачками. И сейчас ещё маленькое своё приятие. И день завершён. На этой радостной ноте мы заканчиваем наш видео. Наше видео. Радостный при радостной ноте. А такого чая нет. Доброе утро. Уже мы запутались, сколько было утр, сколько было дней. Сегодня у нас утро пятницы. Утро пятницы. Я спешу, мы спешим по направлению к кукольному театру. Я взяла Тае гостинчик, киту и макарончики такие в Азии, цветные безышки. И Тае позвонила, Тае говорит, ой, ветер! Я ещё в постели. Я говорю, ну давай всё, быстро вставай. Через полчаса встреча к кукольному театру. Она живёт прямо напротив. Мы поднесём ей угощение и пойдём обратно. И на этом я закончу мой такой сумбурный, какой-то непонятный импортаж о том, как прошли наши последние дни. У нас всё хорошо, наши гости себя чувствуют прекрасно. Честно говоря, они уже второй раз приезжают с одеждой для таких вот жарких стран. И им приходится срочно утепляться имеющимися подручными всякими утеплительными средствами. Вот наша прекрасная осень бакинская. Замечательно вступила в свои права. Я, например, просто с удовольствием выхожу на этот свежий воздух. Единственное, что я не люблю, когда дождь. Почему? Потому что трудно гулять с собачками. Всё остальное просто замечательно. Итак, я всем желаю крепкого, крепкого здоровья. Вот такой у нас восход. Его вообще не видно. Всем крепкого здоровья. Пока, мои дорогие друзья. Мы бежим к стильному театру. Чем-то должен одеть светлые ромки. Ну, мой казах, я скажу, что он будет. Пока. Дописочка, как всегда. Бакинский климат очень экономный. Можно сэкономить на ценном сезоне. Минуя осеннюю одежду, сразу прыгать в зимнюю. И то же самое происходит весной. Вы должны непременно полюбоваться на моего медвежонка Релакума. Вот он. Это какая прелесть. Мы перешли границу наших обычных прогулок. Движемся к жемчужине. Не можем не снять вот этих птиц. Я не вижу издалека, кто это. Это, скорее всего, бакланы. Вот начинаются уже бакланы. Тут, видимо, сточные воды выходят в этом месте. И здесь находится целая колония бакланов. Всё. Я отдала тайку лёчек и иду обратно. Очень красивая часть бульвара. Совершенно потрясающая. Совершенно потрясающая. Тут и дерево даже вот сейчас ещё цветёт. Которое персидская сирень или как-то она называется, не знаю, логистрема. Как солнышко хочет пробиться. Я ещё поняла, почему у меня так всё прыгает. Я вот иду, вот стала ходить так вот, как-то неровно. Иду, вот, короче, ровно не получается. Смотрите, какой каменный дубище огромный. Вот это всё его кроны, всё одно дерево. Ну, и в заключение сейчас пройдём мимо Баобаба. Кстати говоря, я даже не знаю, это Баобаба или нет, но вот они ствол вот такой бутылочной формы. А маслинища какие, смотри, смотри. На зиму им делают домик. Ой, то он цветёт. Давайте посмотрим. Видите, какая интересная форма. Так, ну-ка. Синг-три. Шёлковое дерево, но Баобаб. В общем, надо посмотреть разновидности Баобаба. А посмотрите, как он цветёт, интересно. Какие у него цветы. Ой, какие цветы. Как будто в вазе. Ну, всё, на этом уже точно заканчиваем наше видео. Пока. До новых встреч. Две минуты посидим. Устали. Кстати, это видео начинается с этого места, когда мы днём снимали.